Детские сады Детская поликлиника и все педиатры, которые работают в Одинцовском районе, в Одинцовском муниципальном районе, они готовы к наплыву наших родителей с детками для того, чтобы выдать им справки, для того, чтобы детки пошли у нас в детские сады и в школы и никаких проблем с получением медицинской документации у них не было. С 19 августа во всех медицинских учреждениях, детских медицинских учреждениях нашего округа будут созданы специальные кабинеты для выдачи справок после летней оздоровительной кампании детей, которые посещают у нас образовательные учреждения. В каждом учреждении составлен график работы по забору анализов, если мы говорим про детей дошкольных учреждений. Это соскопный энтеробиоз для того, чтобы ребенок после длительного отдыха смог сдать этот анализ и получить справку о том, что он допускается в посещении дошкольного учреждения. Будет производиться забор, соответственно, их будет осматривать доктор-педиатр и будет получать эту справку. В этом году впервые Минздрав Московской области поручил всем медицинским учреждениям Московской области создать единое окно, где родители смогут прийти в поликлинику всего лишь однократно. Для того, чтобы сдать анализ, чтобы их осмотрел доктор-педиатр и получить результаты анализа, которые будет сдавать ребенок, уже в любой удобный для них день на стойке администратора. Механизм получения этой справки будет таков. Родители, законные представители могут записаться в любое учреждение Одинцовского городского округа, в частности в детскую поликлинику, четвертую поликлинику, которая находится на Чистяковой 10. И получить ребенка, осмотрит доктор-педиатр, напишет направление, если мы говорим для дошкольников, для сдачи этого анализа, в этот же день мама с ребенком сдают этот анализ. И на следующий день они получают данный результат уже и с этим результатом, со справкой они идут в детский сад, либо в школу. Мы разослали письмо в управление образования Одинцовского городского округа о том, что забор этих анализов, в частности соскопный энтеробиоз и получение справки в дошкольные учреждения, будет осуществляться в медицинских кабинетах дошкольных учреждений. В тех садах, в которых это будет осуществляться, вывешено на сайте Одинцовской центральной районной больницы. Данная информация доведена до управления образования. И обратившись в свой медицинский кабинет, они смогут взять анализ, их сможет посмотреть доктор-педиатр, выдать справку о том, что ребенок может посещать это учреждение. И получить этот результат данного анализа соскопы на энтеробиоз уже медработник, который работает в том или ином дошкольном учреждении. То есть родителям не нужно будет ходить вообще в поликлинику. То есть вся медицинская помощь по выдаче этой справки, вся медицинская документация будет выдана непосредственно в том учреждении, которое посещает ребенок. Нина Павловна, ну на практике вот на какие дни приходится наибольший наплыв родителей? Вы знаете... Последняя неделя это август, а все-таки за две недели. Вы знаете, вот в этом году, ну может быть то, что это связано все-таки с непогодой, да, и с 1 августа... Многие возвращаются, да? Да, уже многие вернулись. Мы это чувствуем, что деток стало значительно больше. Сейчас у нас были перебои с поставкой туберкулина. Поэтому сейчас этот туберкулин уже мы в течение двух недель его делаем в полном масштабе. И поэтому деток сейчас, конечно, очень много. И наплыв этот уже пошел. Поэтому мы просим не откладывать это на самые последние дни августа для того, чтобы прийти за этой справкой. Нужно прийти сейчас, даже не дожидаясь этого 19 августа. А сколько действует справка? В течение месяца. В течение месяца эта справка действует. То есть, в принципе, родители даже сегодня могут уже записаться на прием педиатра и уже сделать эту справку спокойно, поехать и отдыхать вплоть до 1 сентября. Конечно, до 1 сентября. Те детки, которые идут впервые в детский сад, которые мы оформляли, 26-е формы, и в карте в этой проставлен данный анализ, да, им не нужно повторно уже будет сдавать этот анализ. Им нужно будет просто взять справку от участкового педиатра о том, что ребенок может посещать детское учреждение, где проставлено, был он в контакте с инфекционными больными, либо же не был. Как происходит ситуация, если ребенок приходит в детский сад или школу уже после 1 сентября, и у него нет на руках справки от врача о том, что он может посещать дошкольное или общеобразовательное учреждение? В дошкольных учреждениях, опять же, они могут обратиться в свой медицинский кабинет, где его осмотрят. То есть, эти все-таки дети не допускаются для посещения? Их до момента, когда ребенок вместе с законным представителем не принесет эту справку о том, что ребенок здоров, что он сдал этот анализ на энтеробиоз, да, в дошкольное учреждение ребенок допускаться не будет. А в школьное? А в школьное он будет допускаться до 4 класса. Мы обязаны также взять данный анализ. И поэтому забор этих анализов будет осуществляться в школе централизованно, начиная с 3 сентября и по середину сентября мы это все сделаем. Просто уже созданы все условия, разработаны механизмы, родителям только лишь осталось просто найти время и прийти, записаться на прием к педиатру и получить необходимые документы, заключение врача, что ребенок здоров и может посещать учреждение. Мне бы еще хотелось сказать, что знаете, сейчас самое главное это не волноваться, не впадать в какую-то панику, не истерить. Время есть. Время у нас есть. Справки получат все, сдадут анализы все. Мы создали горячую линию для каждого учреждения структурного подразделения, в частности, вот я говорю про Одинцовскую ЦРБ, где на сайтах размещена, на стендах размещена информация, телефон горячей линии, по которой родители могут позвонить и могут узнать ту или иную информацию. Если ребенку, либо же родителям отказали в сдаче тех или иных анализов, у них возникли какие-либо трудности, мы сможем решить этот вопрос, ну даже в ручном режиме. Мне бы хотелось продиктовать этот телефон, но он есть на сайте и есть на каждом стенде, в том учреждении, к которому ребенок прикреплен. То есть я сейчас вот скажу этот телефон про детскую поликлинику и про четвертую поликлинику, которая в Трегорке. А в амбулаториях данный телефон размещен на стенде, но если даже нам позвонят на этот телефон, мы никому не откажем. Мы свяжем с тем человеком, который отвечает именно за выдачу этих справок в том или ином подразделении. Значит телефон 8-926-544-24-43, либо же стационарный телефон 8-495-591-4282. Как работает горячая линия? В какое время лучше всего звонить? Имеет ли значение будний этот день или выходной? Телефон работает по графику работы поликлиники. Работаем мы с 8 до 8, в субботу до 3 часов. Поэтому этот телефон постоянно работает. Звонить нам можно. Если родители уже пришли в поликлинику и у них возникли какие-либо сложности, пожалуйста, 101 кабинет, где принимаю я как заведующая детской поликлиникой, 317 кабинет – это заведующая КДЦ, 303 – это заведующая детским педиатрическим отделением. Родители могут подойти в эти кабинеты, и мы решим данный вопрос на месте. То есть не нужно уходить, потом звонить, потом приходить опять. То есть по возможности, тихо, спокойно, без всякой какой-либо нагрузки. Задача врачей – выдать всем справки и подготовить детей к началу нового учебного года. И помочь родителям, что немаловажно. Нина Павловна, несколько советов от вас, как от врача-педиатра, как подготовиться к началу нового учебного года. Впереди у нас осень. Впереди мы опять начнем прививать детей. У нас будет вакцина-профилактика против гриппа. В сентябре она начнется. Я опять призываю родителей, потому что этот год мы обошлись практически без каких-либо вспышек, инфекции, каких-либо эпидемий. У нас не было таких критических ситуаций, когда дети в тяжелом состоянии поступали к нам в стационары. То есть участковая служба справилась. И я считаю, что здесь большую роль сыграла, конечно, вакцина-профилактика. Именно это привинарам. Это та, которая есть сейчас во всех аптеках. И те детки, которые не привиты, их надо обязательно привить. Это сейчас то время, когда мы можем защитить детей. И у них выработается иммунитет против бактериальной инфекции. Это вакцинация против гриппа, который начнется у нас в сентябре. Это обязательно мы должны деток подготовить к школе. Это уже и к детскому саду. Это режим. То есть мы должны потихоньку отходить от того, что они у нас не соблюдали режим летом и ложились спать в 10 и в 11. То есть до 9 часов мы должны деток укладывать. Это, конечно, витамины. Витамин D3 малышам детсадовского возраста мы должны давать обязательно. То есть это мало того, что это витамин радости. Это еще и защита. Более солнца нет практически. Конечно. Мы обязательно с детками должны гулять. Мы должны покупать им витамины. Мы должны больше они должны у нас кушать овощей, фруктов. И, конечно, прогулки. И чем меньше мы деток нагружаем чем-то, вот наступает 1 сентября, им родители очень сильно хотят, конечно, чтобы детки были умные. Они отправляют их во всевозможные секции, когда дети уходят из дому в 7 утра и приходят в 10 вечера. Это, конечно, недопустимо. То есть все должно быть нормировано. И каждый ребенок должен, мало того, что он должен учиться и посещать какие-то секции, он, конечно, еще должен гулять. Он должен отдыхать. Это для него тоже немаловажно. Спасибо, Нина Павловна, за интересную беседу. Надеемся, что сегодня мы ответили на многие вопросы наших телезрителей. И теперь им стало более понятно, как получить медицинские справки. И уже 1 сентября спокойно отправляться в образовательное учреждение Одинцовского городского округа. Спасибо. Мы смотрели специальное интервью. Оставайтесь на телеканале ОТВ. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...